очагов тв представляет нет я не из канады я из америки новые украине нет я россиянин по рождению но вы не ненавидите россии кто вам сказал такую чушь ролики и что с чего вы взяли что я ненавижу россии стрим его блогеры да да айчо за что-то 5 кого-то 5 вас топлив ну аж я чё ты тему какую здесь развиваешь ну какую на политические темы я общаюсь и чё россия говно америка охуительная страна не руку не ругайся матом ты умеешь без мата разговаривать стараюсь да не ну так и есть на самом деле ты по делу все сказал что россия говно америка классно а вы это причем говно она в первую очередь знаешь лишь ты это за говно потому что она напала на соседнюю страну вот поэтому она реально а ты чего в соседней стране я родился я родился в россии где травил в россии я все сказал ты плохо слышишь город то есть конкретно какая тебе разница в каком городе а чё ты может и врешь на а если я тебя назову город значит я уже не вру да и так ты можешь ну такая зачем же в чем смысл твоего вопроса я хочу нормально поговорить на политические какие-то темы а ты начинаешь сразу какие твои политические зачем все ваши политические темы и разводы мой дорогой слушай если ты не хочешь разговаривать вот с тобой я поговорю ну так давай поговорим если ты на это способен давать какие какие-то новости хочешь обсудить еще здесь вопрос задавай нет у меня есть вопросы к тебе давай задай мне вопрос вот смотри я хотел бы обсудить следующие новости много хороших новостей просто вот буквально сегодня который можно обсудить это смотри это значит ваш газпром официально объявил убыток в 6 миллиардов долларов за этот год я таких новостей не слышал в этом заключается у нас знаешь сколько этих блядь газпромов газпромов денег немерено 6 миллиардов долларов убыток за год тихо тихо не ругайся матом не ругайся матом не ругайся матом я тебя не развожу если ты меня разводишь я тебя просвещаю я тебя просвещаю не горит не горит ты можешь спокойно разговаривать да ты можешь спокойно разговаривать я не сказал что газпром все ворвует зачем ты врешь я сказал что у газпром официально объявил об убытке за двадцать третий год на 6 миллиардов долларов а до этого у него была прибыль 16 миллиардов представляете тихо тихо ты умеешь без мата разговаривать если будешь ругаться матом я пойду дальше но не умеешь так за 6 себе рот на мать и блин не умеешь я я пойду дальше тогда если ты меня видел значит не ругайся матом и мы с тобой поговорим давай 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 вот смотри если мы я тебе могу донести свою мысль ты же ее не понял а дослушать не хочешь давай давай вот смотри значит газпром это ну его всего называли там богатство россии там и так далее то есть у вас нефть и газ это две основные позиции на коих вы живете вся страна и больше за счет ничего не живет это это основная это основная нет у вас у вас еще есть много у вас есть у вас есть еще много не гори ну да я же готов тебе ответить не гори не гори смотри значит помимо нефти и газа конечно у вас есть еще там титан никель молебден в общем слушай у вас вся таблица менделеева есть на самом деле вот но самая большая часть вашего ваших ископаемых кроме ископаемых россия больше ни на что не способна вы только способны добывать ископаемые вот составляет львиную часть именно газ и нет так вот раз ваш вместо того чтобы газ вас вместо того чтобы приносить 16 миллиардов как это было до этого он ушел в минус а нет 14 миллиардов он приносил он ушел в минус 6 то есть получается ваша страна по сравнению с предыдущими годами нет недополучила 20 миллиардов долларов это очень много а почему не дополучила это связано тем что европейский рынок отказывается от вашего фашистского газа знаешь а спг да так вот почему же газпром тогда 6 миллиардов долларов объявил убыток как ты думаешь ну не ругать ты говорил что не будешь ругаться матом это за чмо такое не ругайся матом ты не разговаривать быдло-то быдло-то не ругайся матом или ты не мужик знаешь как мужик сказал мужик сделал а ты как сказал так и не сделал значит и не мужик получается а кто ты тогда чмо блин я не экономист не ругайся матом не ругайся матом ты не экономист поэтому я тебе твой чем нам у не образованного человека могу объяснить элементарные вещи я же для этого сюда захожу я я захожу в чат-руютку просвещать ваши неокрепшие умы сколько у тебя интернет стоит вот смотри подожди подожди я не говорили о личных каких-то этих самых понимаешь сколько он у меня стоит он у меня стоит столько что я на мой интернет который я месяц использую я на него работаю ну наверно 10 минут а сколько ты на свой интернет работаешь часов чтобы свой интернет обеспечить как ты думаешь сколько ты часов работаешь на свой интернет тихо-тихо не ругайся матом чего не ругайся матом не ругайся матом сколько бы он не стоил это не твое собачье дело понимаешь потому что я на то чтобы обеспечить работу своего интернета работаю ну 10 минут или даже пять минут чтобы на месяц обеспечить себя интернетом это пять минут моей работы а сколько ты часов должен работать чтобы обеспечить свое нищенское существование и на интернете как ты думаешь сколько часов ты должен работать у меня стоит сутки для 5000 рублей что сутки 5000 зарплата твоя это минимум это зарплата твоя 5000 рубля тихо 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 не ругайся не ругайся что ж ты ругаешься ты же ты же вроде сказал мужик сказал мужик сделал не буду ругаться а сам матом прешь будешь ругаться матом я тебя переключу сколько у тебя стоит интернет в месяц сколько ты работаешь часов на свой интернет если ты хочешь узнать сколько сколько твой стоит интернет весь 8 долларов 8 долларов а у меня 29 долларов что ну так сколько я получаю и сколько ты нищета сколько ты нищета нищеброд получаешь и сколько я получаю ты не понимаешь что я получаю как минимум в десятки раз больше чем ты ты этого не понимаешь да ты не понимаешь я в десятки раз больше тебя получаю зарплату не это 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 минимум в 10 вот так вот смотри я здесь не обсуждали я с тобой мериться не буду это даже смешно с тобой нищебродом и Мне калифорнийцу мерятся, но это даже не серьезно. Я тебе, ты зря губами шлепаешь, я когда говорю, я тебе звук отключаю. Ты меня просто не перебивал, понимаешь? Потом я включаю, у тебя слух. Потому что ты не умеешь вести диалог. Так вот смотри, я здесь говорю, мы здесь обсуждаем политические события. Я с тобой делюсь радостными событиями. Первое. Ваш Газпром объявил об убытке в 6 миллиардов долларов. Это первое. Второе. Ну что еще? Давай так. Рязанский НПЗ ваш грохнули. Ты знаешь, что такое НПЗ? Не говори, не говори. Ответь на мой вопрос. Ты знаешь, что такое НПЗ? Нет, перерабатывающие заводы. Вот, вот. Так ты слышал, что грохнули ваш Рязанский? Один из самых крупных у вас в стране заводов. Это что, блядь? Тихо, тихо, ну не ругайся. Не ругайся. Ты будешь ругаться, я переключу. Зачем? Потому что ты нихуя, блядь. А, ну понятно. Ну все, чувака подорвало, блин. И ворвануло. Жалко, слушай. Я с тобой хорошими новостями хотел поделиться. Но, видать, не судьба. Не судьба. Ты не хочешь служить хорошим. Я тебе выключил звук опять. Когда я говорю, я тебе выключаю звук, понимаешь? Потому что ты же мне не даешь говорить. Ты же не умеешь себя вести прилично. А вести себя надо прилично, понимаешь? Веди себя прилично без мата, не перебивая меня, и мы с тобой побеседуем. Но это я так, ты знаешь, свои просто озвучиваю фантазии. На самом деле, вы, россияне, не способны на ведение диалога. Вообще практически никто из вас. А особенно орки вот такие. Ну не говори одновременно со мной. И не ругайся, матра. Чего ж ты горишь-то? Орк, не гори. Я с тобой зашел обсудить новости хорошие. Вот смотри, первая новость. Это Газпром ваш убыток. Вторая. Взрыв на вашем рязанском НПЗ. Что тебе из этих новостей больше нравится? Ты ебану, ты. Нас это вообще не касается. Это легально. А, вас это не касается, согласен. Я с тобой, ты знаешь, я с тобой абсолютно согласен. Вы не имеете никакого отношения ни к газу, который в вашей стране, ваша власть вас обворовывает, ни к нефти. Естественно, вас никаким полезным ископаемым. Вы жалкие батраки, рабы и холопы, которым власть кидает кость, обглоданную со своего барского стола после газа и нефти. А вы на нее накидываетесь и начинаете облизывать и угодливо повизгивая хвостом славить свою власть за то, что она вам кинула эту кость, обглоданную кость. Пустую, без мяса, понимаешь? Вообще без мяса. Ну, запах есть, запах есть. Так что, то, что ты сказал, что вас никак не касается, я с тобой согласен. Вас это никак не касается. Вот так вот мы, кстати, ролики назовем. Нас это не касается. Заходи на мой канал, ищи ролик с таким названием. Нас это не касается. Ставь лайк, пиши комментарий и читай все комментарии, которые про тебя орка будут написаны. А сейчас ты идешь вслед за русским военным кораблем. Пошел. Вот так, друзья. Это последователи крейсера Москва. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова